В природе существует всего лишь два цвета глаз. Это темно-карий, чистый прям карий, без каких бы там ни было оттенков, в виде зелезны, желтизны и так далее. И ярко-синий. Наверное, вот из людей с качественными, красивыми синими глазами, которых я вживую встречал, это Александр Надежа. Вот, к сожалению, не в очень хорошей ситуации его вспоминаем, потому что у Александра там проблемы с долбанными демонами, да, его СБУ, скажем так, приняли. Но у Александра Надежи прекрасные синие глаза. Почему? Потому что с детства органы сформировались качественно, у него была очень здоровая, мощная печенка, которая все вот эти витаминки, которые хреначили в плечика, которые медикаментами его травили, ядовитой едой, она очень быстро все это обрабатывала и выводила. То есть ему мама с папой просто подарили мощную печень, которая даже несмотря на то, что Александр там иногда покуривал, возможно, побухивал, ел какую-то фигню, организм все равно справлялся с выводом всей этой дрени. Вот такие его дела. Поэтому, когда я глаза Александра увидел, я охренел, это настолько яркий, насыщенный синий цвет, это очень редко встречается. Ну вот он как такой явный представитель здоровья. И обратите внимание, что это сказывается на его интеллектуальной составляющей. Но мало людей вы найдете таких вот достаточно осознанных, разумных, как Александр. Почему? Чистые мозги. Мозги не завтраны ни химией, ни метаболитами, либо в гораздо меньшей степени, чем у других людей. Вот такие его дела. Представители же карих глаз качественных, ну и я. Видите ли, в чем проблематика карих глаз? Их, чтобы что-то там понять, что-то там разглядеть, но это надо прям вблизи пялиться. Либо фотографию делать. А глаза синие, они прям такие яркие, там, я не знаю, там на расстоянии уже можно проблематику какую-то подметить. Есть несколько версий. Я с ними не согласен. Я имею в виду, что некоторые люди на карий цвет вешают, скажем так, антураж того, что типа это железистый тип телосложения. Что у людей с карием цветом имманентно больше кровеносных сосудов в теле. Ну фиг знает. Я такой корреляции не подмечал. А люди с синим цветом, у них якобы больше лимфатических сосудов в теле. На мой взгляд, хрень полная. Никакой разницы нет. Поэтому что карий, что синий цвет, без разницы. Просто синий цвет гораздо легче индексировать на нем проблематику. Карий же безумно тяжело что-то рассмотреть. Там лимфатическую капиллярную сетку практически не видать. Либо это вот прям надо на качественном иридоскане выкручивать контрасты, все это дело менять, и тогда можно будет что-то подметить. Голубой же глаз сейчас я покажу. Тут все вот как, там есть выражение, как бельмо на глазу. Ну то есть все видно, все понятно. Вот это у нас девушка с качественной генетикой. То есть у нее глаз чистый. Он имеет тот цвет, который и есть по природе. Естественный синий цвет. То есть примерно такого же цвета глаза у Александра Надежи. И капиллярная сетка у этой девушки очень богатая. То есть, как видите, большое количество лимфатических и кровеносных сосудов. То есть все вот эти белые ниточки, которые идут от зрачка к краям, это у нас кровеносные и лимфатические сосуды. Больше чем радужка плотнее, тем, соответственно, человек здоровее, более генетически отдаренный. Как, допустим, у нас выглядит человек не с такой обильной капиллярной сеткой. Ну вот, допустим, девушка. Здесь и цвет глаза уже другой, потому что у нее тело засранное. И вот мы тут видим такие как бы червоточины. То есть видите, здесь вот внизу, в нижней части, где я мышкой показываю, есть такие вот черные проплешины. Как будто бы там нет сосудов. Ну и есть. То есть организм херово построился. Есть недостаток. Ну хотя на самом деле это здоровый человек. Бывает гораздо хуже. Сейчас я покажу, какие вообще бывают страсти, мордасти. На самом деле девушка достаточно здоровая. Так, сейчас для примера сразу покажу. Вот именно такие вот прямо ярчайшие пробалы в глазах. Ну вот, допустим, пример радужки вообще отвратительный. То есть здесь человек... То есть у него вот эти нитки, да, в определенных местах, они прям такие вот дырявые. Знаете, как будто вот вода капает. И такие вот разводы как на воде получаются. То есть есть прям такая капелька жирная. И вот в том месте, где капелька жирная, если мы наложим специальную проекцию, мы поймем, что вот это место слабое. Там мало лимфатических сосудов и мало сосудов кровеносных. И, соответственно, вот этот вот орган, он будет всю жизнь, ну, как бы страдать. Он будет послабее всех остальных. А это как бы не есть хорошо. То есть видите, да, наглядная разница. Здесь вот особенно слева, то есть это проекция легких. Здесь у нас, знаете, как будто такие, ну, на орешки, на семечки похоже. То есть идет чернота. Не такая вот. Допустим, здесь вот справа, а здесь вот провисает. Есть вот чернота. Это индикатор того, что просто генетический человек слабенький. Либо же индикатор сильного хищения, который убил там все лимфатические и кровеносные сосуды. То есть, например, этот человек рос как раз-таки там, где родители курили. Или там, где родители постоянно курили. Или еще какая-нибудь вот подобного рода ерундистика была. То есть, надеюсь, понятно, да, как все это у нас выглядит. Сейчас еще раз гляну на комментарии. Картинки меняются, все видно. Ну, все. Я безумно рад, что разобрался с этой штукой. Все, теперь так и будем транслировать. Что это за точечки, я объясню позже. Сейчас мы говорим вот либо про генетику, либо прям вот, когда в детстве, да, допустим, затравили. Смотрите, у этого человека, по сути, цвет глаз должен быть точно такой же, как у этой нашей одаренной девочки. Вот тут такой же должен быть синий. Но он имеет другой оттенок. То есть, он такой вот, знаете, более сероватый. Что же это за серость? Это как раз-таки забитый слизью организм. Откуда эта слизь у нас берется? Когда мы едим всякую непотребную бяку, которую не можем переварить. Например, это, опять же, картошка. Это любые крупы. Пшеница, гречка, ячмень, рожь. Короче, вот все вот это вот несвойственное говно для человека. Это не еда. Уж точно не для... Все выкидываем раз и навсегда. Забываем про крупы. Забываем про бобы. Забываем про картошку. В любом виде, если хотим быть здоровыми. Забываем про все производные пшеницы. Не только, да, мы там про ростки не едим. Или саму вареную пшеницу. Мы не едим хлеб. Мы не едим булки. Мы не едим торты. Мы не едим пирожные. Мы не едим макароны. Мы не едим спагетти. Потому что такое явление, как глютен, вот этот вот пшеничный белок, который не переваривается, он забивает нашу лимфу. Потому что он не в состоянии перевариться и быть использован нашими клетками. И когда мы это говно жрем, оно всасывается нашими лимфатическими сосудами. Чрезмерная белесость. Ну тут вообще человек, это уже пожилой, да? Вы видите, что это старый человек. То есть у него организм слизью забит жутко. Но даже у этой прекрасной. Вот видите, вот эту чрезмерную белизну, куда я вот сейчас показываю мышкой. Вот видите, вот в этом месте прям такое неадекватное белесое скопление. Здесь. То есть оно как бы не серенькое, а прям вот белое. Это лимфатические сосуды, забитые слизью. То есть она у нас не идеальная. Это не сыроедка. Все равно дерьмеца подъедает. И поэтому в этих местах, прям возле кишечника, где все это всасывается, кишечные лимфососуды забиты слизью. Из-за вот этих вот непотребных продуктов. Как я уже сказал, пшеница все ее производные, любые другие крупы, бобы, в некоторых случаях орехи и семечки. Там уже все упирается в качество желчи. Но у большинства людей она достаточно хреновенькая. И поэтому, если желчи у нас хреновенькая, это все будет забиваться. То же самое касается молочных продуктов. Особенно, не дай бог, термообработанных. То есть все вот эти вареные сыры, вареный творог, сливочное масло пастеризованное точно так же вашу лимфу забивает.